Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Бутусов, и сегодня у нас на обзоре аккордеон с MIDI-системой. Меня часто спрашивают, почему же вы не делаете аккордеоны с MIDI-системой. Я говорю, что мы делаем. Мы можем делать, просто, наверное, заказов на аккордеон не так много. Но это, можно сказать, один из первых инструментов, который мы собрали. И почему, вы спросите, потому что у аккордеонистов есть альтернатива, так как они владеют хорошо фортепианной клавиатурой, они могут с легкостью, в общем, играть на синтезаторе. Их, стало быть, им электронный аккордеон и, в общем-то, и не нужен. Но самые преданные, самые верные любители и фанаты именно своего любимого инструмента аккордеон, они, конечно, идут на то, чтобы его модифицировать. И сейчас я сыграю для вас вот эти вот два французских вальса, которые я маломальски умею играть на аккордеоне, потому что все-таки я баянист, кнопочник. И как раз я попереключаю тембры именно вот этого разнообразия. По-моему, здесь 8 или 9 тембров именно различных видов аккордеонов. А потом, если я вам еще не надоем, покажу еще смешение этих тембров, как возможно красиво на нашем MIDI-системе это все смешать. Ну что ж, поехали. Акомпанемент у нас. Контрабас. Как же можно еще дополнительно разнообразить тембры? К тембру можно сделать еще дополнительный розлив. Нажимаем кнопку унисон. Получается, становится более разливистой. Можно добавить еще октаву ему. То есть еще раз нажимаем кнопку унисон. И потом октава вместе с дополнительным розливом. И смотрите. Вот еще. Слушайте внимательно. Вот чистый звук, который заложен в тембр. усилился розлив. Добавилась октава. А теперь октава вместе с розливом. И, соответственно, этот тембр можно сохранить на первый пресет. То же самое, например, можно сделать со следующим тембром. Вот опять чистый звук, дополнительно розлив. Октава. А теперь октава с розливом. То есть, получается, если мы насчитали с вами 9 звуков, именно аккордеонных, то каждый из этих 9 звуков, он может быть как натуральный, плюс дополнительный розлив, плюс октава и октава с розливом. То есть, в каждом звуке еще 4. Умножаем на 9 на 4. Сколько будет? Правильно. Ответили. 36. Поэтому в такого плане миди-системе можно вообще добиться 36 разных, но при этом похожих на себя по тембру. Именно звуков различных баянов, аккордеонов, гармошек. Даже, можно сказать, как бы различных регистров этих инструментов. Я уже не говорю о том, что можно добавлять еще, использовать функцию октава. То есть, можно еще понижать на октаву, повышать на октаву и вообще делать такой же мощный будет звук. Ох, у меня аж голос пропадает от удовольствия. Ну вот сейчас еще покажу вам на одноголосном, который тоже достаточно просто звучит. Вот смотрите. Розлив. Октава. Октава с розливом. Предбавляем. Супер баян. Вот такое вот волшебство. Ну что ж, давайте еще подытожим. И я сыграю еще разок вот эту композицию «Свет и тени», как раз переключая различные тембры наших аккордеонов. Да, кстати, во время игры я еще добавлю звучание барабанов в ручном режиме. Звучит со спортом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующий банк я сейчас делаю так называемую настройку такого немецкого, у нас же немецкий аккордеон, сейчас будет немецкий такой октоберфест. Сыграем Розамунду, польку такую. Соответственно, в бас я настраиваю 34 тембр и захожу во второй MSB. Не второй, а десятый надо. Получается такая контрабас с трубой, очень мощная получается. В аккорд. В аккорд мы запишем, ну давайте возьмем в аккорд. Пусть будет гитара. Типа банка такого, но это больше для латиноамериканских, ой, вернее для канты. Поэтому для нас такая полуэлектронная гитара, пусть будет. Барабаны. Бочку мы оставим, а всегда запишем, ноут мне нравится больше. Такой тембр можно. Боярче. Такой тембр красивый. На аккорд. Мы вправо уже запишем какой-нибудь аккордеон с хорошим розливом. Ну, например, во втором опять же MSB. Вот он такой красивый. Добавим громкости на него. На максимальную сделаем 127. Добавим громкости на него. Попробуем еще поэкспериментировать. Добавим, например, на второй пресет звук, ну, например, кларнет. Хорошо в таком вот ансамбле будет звучать. Ну, и, например, какой-нибудь саксофон, например, добавим тоже. Хорошо будет. Допустим его на октаву. И добавим громкости. Когда вы настраиваете пресеты, старайтесь делать так, чтобы они реально походили на какой-то живой состав. То есть не выдумываете, например, в такого плана, например, такой пивной оркестр, назовем его так, немецкий. Ну, вот прям настроение такое октоберфеста. Там есть туба, бас какой-то есть, булочка, барабан, тарелочка, что там еще может быть? Аккордеон, соответственно. Какая-нибудь гитара может быть? Гитара у нас есть в анкорде в левой руке. Мелодию может сыграть, опять же, какой-то кларнет. Ну, саксофон. Какие еще могут быть инструменты? В принципе, скрипка тоже, например, может. Но это уже, больше уже может быть как ближе к каким-то таким уже цыганскому такому направлению. Ну, во всяком случае, вот эту же польку розамунда, которая называется лепивная бочка, я ее сейчас сыграю на... Как раз переключают эти звуки различных оркестров. Ну, что-то мне нравится, я хочу еще такой... Еще поядреннее аккордеон. О, отлично. Поядреннее такой аккордеон нашел. Аккордеон Хонер Бир Полка. КОНЕЦ